Офицер связи штаба 2-го Украинского фронта гвардии подполковник Рогачев Михаил Кириллович 22 августа 1944 года прибыл на высоту 92,3 для обеспечения выполнения задания командования. В это время шла яско-кишиневская операция, и войска двух советских фронтов, прорвав оборону противника, замкнули кольцо окружения. Воспользовавшись тем, что окружение пока еще было неплотным, немцы предприняли ряд попыток вырваться из ловушки. Особенно яростные бои завязались на стыке двух советских фронтов, где и находилась высота 92,3. Командование 2-го Украинского фронта перекинуло туда истребительно-противотанковый полк из резерва, с которым и прибыл Михаил Рогачев. В ловушку попал крупный зверь. Части немецкой группы армий Южная Украина, оказавшиеся в котле, имели много танков и артиллерии, и они уже скоро обрушили мощные контрудары на советские позиции. Во время первой же атаки был убит командир истребительного полка, и как самый старший по званию подполковник Рогачев взял командование на себя. В течение суток отбивали артиллеристы яростные атаки противника. Вокруг все пылало, а небо закрывало гарью от взрывов снарядов и горящей техники. Отдыха не было ни днем, ни ночью. Немцы после артподготовки переходили в одну атаку за другой. Имея огромное преимущество в живой силе и технике, а также понимая, что это их последний шанс, Они бились отчаянно, но никак не могли сломить сопротивление советских бойцов. Танки с крестами на бортах вспыхивали и горели один за другим, а все подступы к высоте были усеяны трупами солдат вермахта. Михаил Кириллович, проявляя исключительную отвагу и героизм, всегда находился там, где было особенно тяжело. Как умелый командир, он грамотно организовал оборону и использовал все возможности вверенного ему подразделения. Но, несмотря на это, советский полк переставал быть полком. Орудийная прислуга выкашивалась осколками от разрывов снарядов, а пушки выходили из строя. На второй день, когда защитников осталась уже горстка, с запада прилетела немецкая авиация. Йонкерсы сбросили на головы советских артиллеристов тонны снарядов и перепахали каждый сантиметр на высоте. Казалось, что все было уничтожено, но когда немецкие танки, уже не ожидая сопротивления, выстроились в колонну и начали свое движение, советских позиций вдруг опять открыли огонь. В живых на высоте осталось всего два человека. Гвардии подполковник Рогачев и гвардии сержант Васильев. Контуженные. Они отыскали единственную уцелевшую после авианалета пушку и спрятали ее в лощине. Когда же немецкая колонна приблизилась на короткое расстояние, Михаил Кириллович умело расценив обстановку, подбил из пушки головной танк, потом замыкающий, а потом повел огонь по машинам, находящимся в середине колонны. Немцы опять рассредоточились и повели атаку на высоту. Вокруг снова все запылало, а оглушающие взрывы стали оставлять воронки возле советского орудия. Одним из снарядов был убит сержант Васильев, и Рогачев остался на высоте один. Тем не менее он продолжал вести огонь, и когда уже казалось, что спасения не будет, в тот же самый момент стали подходить советские подкрепления. А немцы, обреченно подняв руки, пошли сдаваться. За этот подвиг 28 апреля 1945 года гвардии подполковник Рогачев Михаил Кириллович был удостоен звания Героя Советского Союза. За двое суток полк под его командованием отбил 18 ожесточенных и массированных атак. Советские артиллеристы ценой своей жизни уничтожили 76 танков, 18 самоходных орудий и 8 броневиков. Причем 32 фашистских танка уничтожил лично товарищ Рогачев. Так записано в его наградном листе. Конечно, этот подвиг еще ждет своего исследователя. К сожалению, историки больше интересуются танками и самолетами, и нормальных биографий героев просто нет. Вот и подвиг Михаила Рогачева пока находится в забвении. Кстати, Михаил Кириллович родился 5 июня 1909 года в городе Темрюк Краснодарского края. До войны он окончил строительный техникум, работал инженером, а в 1936 году окончил курсы усовершенствования командного состава, участник финской войны. Во время Великой Отечественной до совершения своего подвига он сражался в Сталинградской битве, в Харьковской и Белгородской операциях, и был трижды тяжело ранен. Ну а после войны герой продолжал службу в армии, а в 1952 году, выйдя в отставку, проживал в городе Ленинграде. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.